Да, это чемпионат Белоруссии, восьмой тур. Сегодня финишная игра в этом игровом отрезке в Бресте. На стадионе Брестский. Брестская Динамо и Минская Динамо в своеобразном динамовском дерби. В качестве финиша очень интересного тура. Чемпионат, который набирает обороты и в котором забивается все больше мячей, в котором обостряется интрига. И только по правилам выездного гола в финал для встречи с Борисовским Батех. Какой тут опасный момент и мяч уже в сетке ворот. Причем этот мяч засчитан вне всякого сомнения. Вот так поступает Брестская Динамо с Минчанами. Леонид Кучук, что тут можно произвести руками и провести небольшую лекцию для запасных игроков. Артем Милевский. Милевский ли это? Или все-таки это автогол? У меня есть ощущение, что все-таки в свои ворота, в свои ворота забивает этот мяч защитник Минского Динамо. Брестчане уступили в итоге 2-4, но вели 2-0 после первого тайма. А потом Милевский был заменен. И вот момент, когда счет обязан был быть удвоен. Лавтев. Что было в этот момент на ноге? Ну явно бутся, нормальная совершенно, но пробил не точно в дальний угол, не попал. Вдвойне внимательнее нужно быть защитником Брестского Динамо, чтобы не пропустить свои. Как часто это в футболе бывает. Вот, пожалуйста, эпизод. И как, извините, накаркал. Можно так, конечно, сказать, но это произошло. Ну действительно так часто в футболе бывает. Данило Масиэль забивает ответный мяч в ворота Брестчан. Буквально через минуту после того, как у тех был потрясающий шанс удвоить свое преимущество. 1-1. В атаке Брест. Один удар был заблокирован. Еще попытка это подача. И очень неаккуратно получается Ушитова. И в ближний угол добивание. Не успевает Лаптев. Найсерьезнейшая атака. Целая серия ударов. Последние секунды. Основного времени первого тайма. Эту атаку, видимо, мы досмотрим вместе с арбитром до конца. Найок! Не получается удар. Точнее, удар-то получился. Но он был заблокирован броском Михи Горопевшенко. Итак, 1-1 в первом тайме матча восьмого тура чемпионата Белоруссии в высшей лиге. Сумболисты Минского Динамо появились на поле. Брестчане поджидали их там уже давно. И мы начинаем смотреть второй тайм Динамовского дерби в чемпионате Белоруссии. Восьмой тур. Игра на выходе неудачная для голкипера Минского Динамо. Константин Рудинок просчитался. И Денис Лаптев сделал то, что у него не получилось сделать при счете. 1-0. Он забил второй мяч Брестского Динамо. 52-ая минута. 2-1. Денис Лаптев! Денис! 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 Такое ощущение, что в Бресте немедленно начался новый день. Стало светлей. Второй мяч в сезоне Лаптева. Здесь, может быть, повезло соперникам Минчанам. Потому что Смелевичи один из клубов стоящих пока на вылет. Ну, Милевский что сейчас вытворяет? Какой пас! Потрясающий! И дальше продолжение. Еще одна передача. Садовский! Мимо ворот. Сохраняют мяч в этой контратаке футболисты Брестского Динамо. Устремляется вперед Роман Юзипчук. Удар поворотом! И мяч снова не попадает в угол. Сколько таких возможностей уже было сегодня? Еще один перевод. Еще одна передача. Витус на пути мяча. Витус отправляет его вперед. И здесь свисток. Все. Амин Куркхели фиксирует окончание Динамовского дерби в Бресте. Леонид Кучук терпит. Вернувшись в белорусский чемпионат. Второе поражение подряд.